А вот исход другого процесса расстроил участников и защиту. Приговор с 17 бывшим сотрудником БТА банка оставлен без изменения. Финансистов лишили свободы на разные сроки за пособничество эксглаве финансового института Мухтару Аблязову, участие в УПГ, а также хищение средств из банка. Сегодня адвокаты и родственники были поражены, как судья за 10 дней процесса умудрился прочесть свыше 700 томов уголовного дела и оставить приговор без изменения по уже не существующей норме закона. 17 бывших сотрудников БТА банка будут продолжать сидеть в колонии от 5 до 8 лет. Вынесенный им ранее вердикт суд сегодня оставил без изменения. Адвокаты и родственники такого решения не ожидали. Объясняют в деле 730 томов, но прокуроры так и не смогли доказать, на какую все-таки сумму БТА понес ущерб. И как могли рядовые сотрудники помогать финансисту Аблязову выводить деньги из принадлежащего ему же банку. Была еще надежда, что Фемида учтет, что норму, по которой осудили сотрудников, а это 176 статья, часть 3, пункт А. Из уголовного кодекса убрали еще в прошлом году. Но власти давно судятся с Мухтаром Аблязовым, обвиняя его в создании УПГ. Вероятно, это повлияло на исход дела его бывших подчиненных, предполагают защитники. Для чего это делается? Вот опять же возникает вопрос. Мы понимаем, это с прицелом на дальние перспективы. Иначе вот там господа Аблязовы и другие остаются без группы лиц. Понимаете? А на это следствие никак не может пойти. Поэтому мы осудим людей по несуществующей норме закона. Три года назад государство, по сути, национализировало БТА-банк. Его владелец, покинув страну, обвинил власти в рейдерстве. Против Аблязова и менеджеров было возбуждено уголовное дело. Прокуратура настаивает. Банковские служащие и клиенты помогали финансисту выводить деньги из организации. В мае этого года Медеусский суд Алматы приговорил 21 сотрудника БТА, а также аффилированных с ним компаний, к заключению с конфискацией имущества. На новом процессе родные защитники рассчитывали, что им либо предоставят убедительные доказательства виновности по статье пособничества и присвоения или рассрата хищения чужого имущества. Либо признают несостоятельность всех претензий. С документами дело нормально, не ознакомились. Ходатайство, вот вы первый вопрос задали, да, на какой сумму был ущерб? Мы им задавали этот вопрос и просили назначить нормальную, банковскую, финансово-экономическую, как хотите ее назовите, экспертизу, но с привлечением тех специалистов, которые независимы ни от банка, ни от следствия, и которые реально разбираются в работе самого банка и в состоянии вычислить этот несчастный ущерб. Нам же отклонили это сразу. Сегодня же стало известно, двое осужденных, Дмитрий Солодухин и Жанна Ахмедьярова, объявили о начале голодовки. 1 августа они обращались к президенту страны с просьбой обратить внимание на дело ОБТА-банки. Предупреждали, что готовы пойти на крайние меры. Родственники заключенных заявили о создании общественного комитета. Его цель – противодействовать судебному произволу. Активисты намерены проводить акции в защиту близких. Людмила Экзархова, Токмалда Кусаинов, Алматы, Казахстан.